Я передаю слово Роману Викторовичу Светлову. Роман Викторович приехал в Калининград недавно, но уже стал заметной фигурой. Роман Викторович возглавил Высшую школу философии, истории и социальных наук в Балтийском федеральном университете имени Канта. Роман Викторович профессор, доктор философских наук, приехал из Петербурга, является председателем платоновского философского общества и одним из самых известных ведущих платоноведов и неоплатоноведов или неоплатонистов в России. Спасибо большое, Анатольевна. Так приятно слушать, когда говорят правду про тебя. Но в любой правде много преувеличения, потому что есть, как минимум не менее, более заслуженные исследователи Платона и в Петербурге, и в Москве, и в Новосибирске. Вот, действительно, Высшая школа философии – это некого рода проект, важный очень для университета, и не только в преддверии Кантовского конгресса, там или планируемый конгресс Российского философского общества на территории Калининграда, а в плане того, что Кантовский университет не может не быть университетом философским, да, то есть не может иметь прямое отношение к философскому движению в России и не может не быть одним из центров философии. Вот, собственно, основная задача, поставленная Александром Александровичем перед всеми нами, да, специалистами, философами Калининграда заключается в этом. Ну вот, видите, когда про меня говорилось, говорилось про античность, про Платона, а тут я выступаю на Кантовской конференции, и, конечно же, немножко ощущаю себя таким, знаете, вот необычным новичком, которого бросили на тот вид единоборства, который ему не знаком. Я вот всю жизнь занимался, не знаю, там, боксом, а тут панкратион, да, поэтому меня могут бить по ногам, хватать за разные места, за исключением двух, как известно, в греческих правилах нельзя хватать было, вот. Поэтому, ну, я, собственно, что делать? Вы уж меня простите, поэтому я про Канта буду немного. Хорошо, коллеги? Ну, просто для того, чтобы не изображать из себя ту квалификацию и те, так сказать, свои собственные скиллы, которых я не обладаю, обладаю как любитель Канта, а не как знаток, конечно, кантской философии. Тем не менее, то пойдет, о чем речь, оно будет иметь отношение прямое к наследию Канта и к теме просвещения, нового просвещения. Мы с вами поговорим про Канта, немного про Платона, немного про современную научную фантастику, потому как тема нового просвещения интересным образом эксплицируется именно в современной научной, повторяющей раз, фантастике. В 1786 году Эммануил Кант пишет небольшой трактат о предполагаемом начале человеческой истории. Это очень изящная и остроумная, как часто у Канта бывало. Это экзогеза 2-6 глав гиблейского книгобытия, которая позволила ему, опять же, достаточно остроумно, я бы даже так сказал, коллеги, простят меня, немножко даже в французском духе, да, с легкостью, не легкомыслим, а легкостью французской, остроумие интеллектуального, позволяло ему, что сделать? Это позволило ему соединить данные антропологии его эпохи, ассоцию политогенезе, собственное представление Канта о подношении природы и свободы, наконец, его взгляд на конфликт, как на, ну, по крайней мере, в его эпоху неизбывную черту человеческого существования. Ну, в конце концов, мы с вами должны помнить, мы все это знают, истину, ту эпоху, в которой жил Канта, это эпоха великих для Пруссии войн, да, это участие в войне за австрийское наследство, селесские войны, в том числе так называемые, это тяжелейшая семилетняя война, которую Пруссия тем не менее пережила, ну, и вот эта картофельная война, да, за баварское наследство, эти войны заняли значительный период жизни имманула Канта, по всей Европе войны к тому же полыхают, но, правда, эти войны позволили Пруссии стать одной из ведущих держав Европы. Вот Фридрих Великий расшатал политическую статус таким образом, что Пруссия стала одной из ведущих держав Европы, она вошла в повестку общеевропейскую, а для того времени, значит, и мировую. Итак, по Канту первое природное стояние человека уподобляется им райскому состоянию, да, и это наследие не только библейской традиции или утопического взгляда на прошлый Жан-Жака Руссо, но и более ранней традиции концепта Золотого века, ну, что, в общем, достаточно очевидно. Первым, кто так и поименовал данный концепт, был перепатетик Дикиарх, чья историософия просто-таки идеально ложится на этапы первичной истории по Канту. От естественности жизни собирателей и скотоводов до того состояния, которое ныне именуется зерновым переворотом или зерновым рабством. Наконец, до жизни городов-государств, до истории войн. Только у Дикиарха мы видим иные ценностные акценты. Золотой век или царство Кромоса, был временем, утрата которого стала причиной множества человеческих бед. Нигде, так, то есть, ну, как бы ни при одних обстоятельствах так много не погибло людей, говорит Дикиарх, как во время войн. А войны после чего? После зернового переворота. Впрочем, можем видеть более раннее рефлексивное описание царства Кромоса в платоновском диалоге политик, повествующем о прямом и попятном обращении Кромоса. Это так называемый большой миф из диалога политик, одно из самых потрясающих текстов с точки зрения фантазии Платона, платоновского мифа, в котором рассказывается о времени, когда стрела времени была направлена в противоположенном направлении. И все мы рождали, все живые существа рождались из земли, были землерожденными автохтонами, седыми, такими же, как я, только более сагбенными, потом постепенно начинали расти назад. У них появлялись рыжие борды, как когда-то они были у меня, потом эта рыжая борда превращалась в кушок, потом он исчезал с подбородка. Это мускулимное описание в жизни в обратном направлении Платона. Пока, наконец, крикамагу, человек не исчезал, ну, завершив свою жизнь в обратном направлении. Это была очень своеобразная история, своеобразный период, когда земля давала все, что нужно, когда не нужно было заботиться о пропитании, потому что если мы хотим есть, сейчас мы идем в столовую и берем тарелку супа, а тогда тарелка супа была уже у нас. В обратном направлении время течет, да? Когда не было хищных животных, когда не нужно было приобретать собственность, когда не было полового деморфизма, то есть все были мужчинами. А ну, правда, тут надо иметь в виду, что платоновская антропология, она, в общем, это вовсе не три пропола, которые были в диалоге Пир, помните речи Ристофана? Это Ристофан, софист и комедиограф все это дело придумал по Платону, совсем как в Библии. Первый человек – мужчина, в котором внутри женщин. И, собственно, половой деморфизм возникает из произведения женщины, из мужчины. Это Платон Тимей и так далее. Вот все были такого рода мужчинами, то есть андрогинами на самом деле. И Платон говорит, что, может быть, даже и логос это им было не надо, потому что боги непосредственно управляли этим миром. То есть никакой темы свободы и свободного пользования собственным разумом, конечно, здесь по Платону быть не могло. Все то, чем обладаем сейчас, что является условием свободного пользования, ответственного свободного пользования, потому что свободное и ответственное для Канта – это вещи прямо связаны друг с другом, пользование своим разумом, а именно речь, мышление, собственность, эрос, государство, право, религия, мораль, даже философия. Все это по Платону есть результат катастрофы, когда космос развернулся и пошел вращаться в обратном направлении. Когда уже оказалось, мы вынуждены использовать эрос для рождения, а эрос по Платону – это важнейшая вещь для философии, ну потому что он многозначен, конечно, у Платона. Когда мы должны были защищаться от хищных животных и прочее, вот все это возникает после этой катастрофы. По Канту плата за утеря райского природного состояния, за утрату свободы страшна, но необходима. Именно эта утрата делает человека, ну, человеком. Позиции Платона более двусмысленны. По Канту люди необходимо выходят из века невинности, по Платону космос сам выбрасывает их оттуда, из этого века невинности. Позиции Платона действительно более двусмысленны, потому что, строго говоря, Платон нигде не говорит о каком-то промысле, управляющем жизнью человеческом, а все это выглядит как некого рода естественный процесс, так можно называется, космическая карма, которая иначе быть не могла. Раз космос не только божественен, но еще и материален, он все равно, как только боги переставляют управлять им, разворачивается и бежит в обратное направление. Вот. Более того, если мы говорим с вами о конфликте, а наиболее таким тяжелым и ярко выраженным конфликтом, выражением является, конечно же, война, то Платон хоть и видит реальность войн и даже пытается создать модель правильной войны, но его квази-исторической мифологии содержит одно важное событие. Опять же, ну, хорошо нам известна мифология. Как известно, потоп, который поразил агрессивное царство атлантов, которое пытались завоевать все, идя, как мы видим, с запада. Стал причиной гибели и тех, кто отразил это нашествие, жителей доисторических земледельческих афинок. Погибли и хорошие, и плохие. С точки, то есть агрессия, да, вот это агрессивное начало, по Платону происходит некуда космическая распада за него, даже если эта агрессия вроде бы направлена на позитивную вещь. С точки зрения сторонников нового просвещения взгляды Платона и Канта, ну, Канта в большей степени, Платон как-то более двусмысленный, но Платон всегда такой товарищ, на него с двух сторон постоянно нужно смотреть. Они вызваны, я к новому просвещению перехожу, они вызваны логикой пустой земли. Ну, помните, понятие пустая земля и полная земля, да, в этом новом просвещении. Вот мы до сих пор развивались в эпоху пустой земли, а где-то с 70-х-70-х становится понятно, что все, земля уже наполнилась, переполнилась, начался антропоцент, да, такое понятие любопытное. То есть логикой пустой земли, то есть территории, требующей освоения, присвоения, установления, господства над ней. Это нечто вроде концепции североамериканского фронтира, также хорошо нам с вами известного, продвигавшейся на восток, на запад, на запад, в течение границы США, которая сформировала специфику культуры, менталитета, какие-то фундальные склады североамериканской политики, как внутренней, так и внешней. Взамен сторонниками нового просвещения предлагается иная система ценностей, основанная на концепте полной земли, точнее, я бы сказал, земли переполненной. Получается очередная реинкарнация гопцовской войны всех против всех в представлениях нового просвещения. Но только вынесенное в будущее. Не взятое из прошлого, да, а вынесенное в будущее. Новое просвещение должно сформировать новую этику, внутри которого фундаментальным моментом является этика отказа. Отказа от чего? Отряда прав ради поддержания стабильности, справедливого, то есть равномерного распределения быстро истощающихся ресурсов. Если коллеги посмотрят публикации, связанные с закладом 2018 года, там даже графики показывают, как все будет истощаться. Ну и то есть возвращаемся к мальтузианству, выясняется, что старик Мальтус был прав. Мальтузианский крест ныне масштабируется сторонниками этой точки зрения на будущей истории человечества, вообще не отдельной какой-то государства, а человечества в целом. Вот, на мой взгляд, это одна из версий финалистских, я бы сказал, постгегелевских представлений об истории, о достижении постисторического состояния, которое столь многочислено, начиная с 19 века. Ну и все мы в свое время знакомились с замечательным Фрэнсом Фукуямой, как аним из вариантов такого рода постгегелевянства в завершении истории. При всей привлекательности отдельных сторон этого концептуального предложения, я имею в виду новое просвещение, ну действительно, мы живем в эпоху гиперпотребления, все эти рассказы про… нет, слово «эффективность» сейчас я в негативном смысле использую. Хорошо, мне не нравится слово «эффективность», как идеология. Не как реальная оценка чего-то, а как требование идеологии. Лидерство, как идеология. Не как оценка качеств кого-то, да, как идеология. Вот, ну, это все, на самом деле, для чего это? Это к нам пришло… чем более мы эффективны, тем больше мы потребляем. Чем более мы лидеры, тем больше мы ведем сферу потребления. Действительно, история гиперпотребления – это та история, которая отражается… Я даже не про environment буду говорить, да, а на нас с вами, так достаточно жестко. Мы постоянно бежим вперед, мы постоянно эксплуатируем, и мы трудимся не 8 часов, а где-то там… Сколько мы спим? 8 часов, да, но все остальное время мы трудимся, ставя лайки ВКонтакте. Когда-то пользовались Инстаграмом, запрещенным сейчас в России. Все это… этот наш труд, естественно, не просто дигитализируется, монетизируется и прочее, прочее. Ну, это история когнитивного капитализма, тоже тема, которую все хорошо знаете. Вот при всей привникательности отдельных сторон этого концептуального предложения, а оно не привело к себе внимания, если бы оно не было привлекательно, если бы за ним не стояли бы вполне определенные общественные и политические силы. Про экономические я, наверное, говорить не буду, но не знатоком являюсь, но общественные политические силы явно за ним стоят, ну, хотя бы партии зеленых, достаточно вспомнить, пользующиеся все большим и большим авторитетом в западном мире. Вот. Будущее, которое в нем рисуется, выглядит как некоторое возвращение в эпоху невинности, в эпоху покоя и мира, о которой говорил Кант, из которой нас выводил Кант. Человек всегда находится и будет находиться в сложных соотношениях с тем, что раньше именовали природа, а сейчас предпочитает называть окружающей седой. Эти отношения радикально трансформируются в ситуации дигитализации, экономической, научной, социальной, культурной жизни. И не получается ли в таком случае, что принцип полной земли оказывается способом затянуть нас обратно в царство природы, максимально ограничив сферу свободы? Так вот, показательно, причем здесь научная фантастика, да? Показательно, что чаще всего тестируют подобного рода футурологические проекты, подобного рода будущее даже не философы, а фантасты. В данном случае я буду говорить все-таки скорее о научной фантастике, не об альтернативной фантастике, не о фэнтези, даже не о мягкой научной фантастике, а, собственно, о научной фантастике, твердой, так называемой научной фантастике, последних десятилетий. Коротко тоже, без каких-то обширных пересказов. Вот, чем, собственно, отличается такая мягкая от твердой научной фантастики? Мягкая научная фантастика – это когда берется описание, ну, либо современности, либо будущего, но меняется какое-то из фундаментальных условий. Вот я буду упоминать такого писателя Дэвида Брина, у него есть в 80-х годах написано забавное повесть под названием «Дело практики», когда персонаж оказывается в некого рода месте, цивилизации, где, ну, в каком-то смысле слова, в одном отношении время течет назад. Вот мы сейчас с вами стараемся изготовить топор как можно более острый, твердый, устойчивый, максимально эффективно работающий, а потом он изнашивается. А в этом мире все наоборот, делается заготовка топора, и чем больше им работаешь, всему становится совершеннее. Вот это мягкая фантастика. Твердая фантастика – это тогда, когда наша с вами реальность с ее прогнозами, с теми законами, которые нами управляют, без каких-либо изменений, знания современной базы научных законов, обращаются в будущее, и получается там, что у нас утопия, антиутопия, либо какая-то реальность. Происходит некое тестирование современности с точки зрения возможных сюжетов развития нашего будущего. Я хочу сказать, что вот эта современная твердая фантастика работает с вполне актуальными для современной новейшей философии темами. Ну, тема дигитализации, матрицы, например, соответственно, цифровой природы сознания как такового, цифровой природы реальности, мира как некого суперкомпьютера. Это все то, что в 90-х годах, например, Греб Иган, математик, и очень популярный австралийский научный фантаст разрабатывал. Все его вполне актуально сейчас нами читающие, мы запаздываем, да? Преводительно русский язык его стали уже 50-летия, тексты, которые философам, имеется в виду, занимающимся современными темами философии сознания, безусловно, эти все тексты писались уже тогда. Ну, а, например, тема вообще сознания и самосознания, не является ли сознанием всего лишь, как там в одном тексте было сказано, неким отцветом и некой игрой световых теней над бездной химико-электрических взаимодействий, да? Эта тема очень такое жестко рассматривается, например, канадским писателем Питером Уотсом, на слепота его, который же биолог, занимался морскими животными. Вот, это уже нулевые годы, да? Ну, вот я упомяну куда менее, может быть, продвинутого с точки зрения каких-то своих знаний в науке, фантаста, очень популярного фантаста на Западе, много публикующегося у нас сейчас. Это Дэвид Брин, а именно его роман «Высший в 2011 году». Нет, в 2018, да, в 2011 году «Высший». Называется в русском переводе «Бытие», но в английском говорят «экзистенс». Дэвид Брин, коллеги, я не поступаю здесь литературным агентом этого писателя, никоим образом, тем более лично, я с ним не знаком. Вот, я не уступаю здесь каким-то пропагандистом этого писателя. Это весьма, ну, не вершина литературного стиля, это не, даже не хайнлайн, не вершина, может быть, такого вот изощренности сюжетной и безумия в типе Филиппа Дика, да? Но это очень интересный, характерный писатель, да? Который затрагивает какие-то важные для достаточно массового сознания темы. И поэтому много публикуется. Вот его роман «Экзистенс» — это роман, я не буду сюда это, конечно, пересказывать, но роман, который обусловлен двумя проблемами. Проблемами великого умолчания космоса, потому что, мне кажется, мы не молчали, в конце концов. И второй проблемой — это проблема истощения ресурсов Земли. Ну, мы с вами помним, что обычно фантасты рассказывают о том, как космолеты летят в туманность Андромеды, как через Котовьи и Норы космические корабли проникают в центры галактики, как мы встречаемся с массой совершенно диковинных ксеноморфов. Тот же самый Бринт в 90-х годах этим увлекался, его сага «Шеститомное возвышение» каких только вариантов метаболизма разумных существ не описывает. Однако давайте мы с вами обратим внимание на некого рода характерную деталь. В какой-то момент восхищение перед встречей с иными цивилизациями заменяется настороженностью. Настороженностью. Вспомним войну миров, того же самого режиссера, который снимал контакт такого там третьего или седьмого уровня, в котором инопланетяне радикально поменяли свой характер. Войне миров — это враги просто-напросто. А потом настороженность сменяется разочарованием, потому как многодесятилетняя попытка найти следы, присутствие разумных цивилизаций в космосе, хотя в нашей галактике, не приводит ни к чему. И это разочарование, конечно же, можно объяснить тем, что мы такие уникальные. Ну и тогда понятно, Господь, Бог нас создал, все нормально. Но для современной науки пользуются статистическими данными, статистическая математика, это, конечно, странно. А может быть, ответ в другом? Может быть, наша судьба будет такая же, как в других цивилизаций. Дойдя до такого-то уровня, мы выедем самих себя. Уничтожим собственные ресурсы. Ядерные катастрофы друг друга уничтожим. Это такая традиционная судьба всех цивилизаций. Может быть, дело именно в этом, потому что это причина великого молчания. Ну и следующий момент, опять же, с этим связанный, оптимизм по поводу галактических путешествий был связан, конечно, с 60-ми, 70-ми годами. Лунной программой Соединенных Штатов Америки, после которой на десятилетие все это забыли. Сколько лет мы не были на Луне. Даша хочет спросить, а были ли мы там вообще на самом деле? Но не мы, они были ли вообще на самом деле. Вот, соответственно, «Мы заперты на земле». Один из доминирующих интонаций этого романа до какого-то момента является ощущение такой, знаете, цивилизационной каустрофобии. Заперты на переполненной земле, которая при всем при том, что некое глобалистское управление и существует, тем не менее множество противоборствующих сил, кланов здесь присутствуют, борются друг с другом. Ну и, собственно, основная проблема этого романа, заключается в том, что делать. Остановить ли технологическое развитие? Не пойти ли по пути нового просвещения? Не остановить ли дигитализацию, ограничить рождение? Ну и все такое, что из этого следует, чтобы этот мультивианский кризис нас не убил окончательно. Не выработать ли новую этику? Не быть ли осторожными ради собственного будущего? Не спроектировать ли некие вот это вот новое райское существование, когда мы с вами будем передвигаться на экологически чистом транспорте, насколько он будет нам доступен? Выращивать на своих шести сотках, ну, конечно, генно-модернизированную картошку, которой будет нам достаточно. И самое главное, в первую очередь, мы будем друг для друга именно целью, 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 да, не средством. Ну, хотя пока мы и цели, и средства, да, другим, да, и не имеется. Вот, а не пойти ли по этому пути? Или же все-таки рискнуть? Ну, понятно, что фантаст есть фантаст, там рискуют люди и начинают двигаться дальше, обнаруживают, что на самом деле полная Земля заменяется идеей, ну, пустой солнечной системы. Там появляются инопланетяне, но это уже совсем другая история. Ну, то есть вот 2011 год, этот более чем 600-страничный роман с запутанным сюжетом, с незавершенными сюжетными линиями, с брошенными персонажами, с прыжками в сюжете вперед. Ну, Дэвид Брин, такой своеобразный писатель, да, это 600-страничный роман, который выходил огромным по личным пирожей на Западе. Он, собственно, посвящен теме того же самого, теме нового просвещения, необходимо оно или нет. Дается ответ отрицательный в этом романе на тему нового просвещения. Ну, никто не против, так сказать, окружающей среды, заботы, они понятны, но вот как бы на принципиальное обстроение новой этики дается ответ отрицательный, и как бы человечество прыгает вперед. Ну, к чему я это говорю? Потому что эта тематика только озвучена римским клубом. Понимаете? То есть это те самые темы, проблемы, которые обсуждаются в популярной литературе, а значит, в широких кругах достаточно серьезно. Ну и самая главная, повторяю еще раз, тема, которая здесь встречается, ту, которую я обозначил. Принимая варианты вот этого нового просвещения, новой этики, не идем ли мы по тому самому пути нового, скрытого, да, а потом куда более чудовищного Левиафана, который он написал, Томас Гоббс. Не загоняем ли мы себя в ситуацию такой искусственной несвободы? Ведь это не будет возрождение пасторальной жизни, жизни Адама и Евы, да, из которой они вышли из этого рая. Это будет нечто выстроенное, нечто надиктованное нам, да, нечто выставляющее всевозможные требования, требования, которые мы будем воспринимать как некие естественные формы жизни, не понимая, что это требование ограничивает нашу свободу. Ну и в заключение еще буквально два-три. То, что я высказываю, это не есть, поймите меня правильно, отрицание нового просвещения как, возможно, правильной реальности. Это скорее высказывание некоторых сомнений, опасений с опорой на Эммануила Канта. Коллеги, конечно, читали этот текст Эммануила Канта. Это такая текст, очень убедительный, просто по той простой причине, что это даже не философский текст. Ну и, в общем, богословским тоже вряд ли мы его назовем. Это текст от здравого смысла. Текст от здравого смысла. Убедительность его первого члену в этом, особенно если мы помним завершение этого текста, обсуждение тех опасений и жалоб, которые человечество высказывает про краткость жизни и так далее. Но могу сказать, правда, может быть, некоторое утешение нам, что человечество очень часто осознает себя на пороге кризиса. Поэтому тема совершеннолетия – это тема вечная, не только XVIII века, не только современности. Если мы вернемся к моим любимым грекам, то одна из моделей их истории о Софии, высказанной, например, стоической школой, заключалась в том, что человечество после очередной реинкарнации космоса начинает вести жизнь пасторальную и дикую. Мудрецы занимаются тем, что обучают детей, как детей, людей в жизни гражданской, разумной. Кого могут, научают в жизни, используя собственный разум. Но большинство, к сожалению, научить невозможно, по крайней мере, закону привычают их следовать. А потом наступает время, когда мир близится к завершению, когда мир становится перезрелым. Но с точки зрения греческих, римских стойков это та самая эпоха. И тогда чем должен заниматься мудрец? Придумывать новую этику. Он должен заниматься дауншифтингом и приучать людей жить не по закону вот этого космополиса, а полиса вот этого, не всемирного, а земного полиса, потому что как раз эти законы уводят нас от жизни по природе, то есть по разуму для стойка. И скоро будет конец света, все нормально. Вот, собственно, стойки уже про это дело думали. И самая последняя фраза, с вашего позволения, это, которую я хочу сказать, следующее. Вот метафоры райского состояния. Любая метафора управляет мышлением. Когда мы с вами используем какую-то метафору, объясняя что-то студентам или коллегам во время конференции, и нас начинают переспрашивать, а что ты имеешь в виду, мы начинаем обычно защищать метафоры. Не говорится, что это всего лишь метафоры, защищать метафоры. Метафоры управляют мышлением. Вот метафора, рая как метафора, управляет мышлением современным до настоящего момента, вплоть до ученых, естественно, ученых, вплоть до поисков каких-то описаний существенных неких состояний живых организмов. Ну и просто, видимо, для современной все-таки травянистской палеонтологии, то есть эволюционной палеонтологии, метафора изначального ситуации невинности, она тоже важна, и она ее ищет. Если кто-то из вас интересуется этой тематикой, некоторые палеонтологи говорят, что они ее нашли. Ни поедание никого. Размножение совсем не тем образом, которое происходило вслед за... Это эдиакарская биота. Некое докембрийского взрыва состояния живых существ, когда они вроде бы были такие все мирные, практически недвигающиеся и никого не ели. Ну, кроме микроорганизмов, понятное дело, которые они все должны были есть. Вот само описание ее, оно просто метафорой рая определяется, понимаете? Когда некого рода вечная метафора начинает определять наше с вами интеллектуальное движение, это очень такой забавный вариант. То есть нашли время райское палеонтологи задолго до человека, там 600 миллионов лет назад, вот оно было. Но из него живые организмы вышли, и это было необходимым условием, потому как самый главный вопрос к создателям новой этики, не является ли сознательное ограничение на прогрессивное развитие человечества путем, наоборот, к схлопыванию человеческой цивилизации. Я думаю, вместе с Кантом мы этот вопрос им зададим. Спасибо. Спасибо большое, Роман Викторович. Спасибо огромное. По крайней мере, точно доклад, который будет в воображении. Роман Викторович, хочется вас лучше понять все-таки. Вот какие предпосылки вот такого хода, что просвещение в принципе может возвращать золотой век, что просвещение может возвращать невинность? Потому что вот мы, видимо, и по разному ключевому тексту Канта относимся. Для вас вы говорите, что там главное, что зашито, это здравый смысл. А для меня все-таки главное, что там зашито, это призыв к мужеству. Потому что мужество и позволяет, наконец, пользоваться здравым смыслом повседневно. Поэтому можно так вот вас переспросить. Может быть, это будет большим открытием того, что вы нам хотели сказать. А какой тип мужества вы считаете требует новое просвещение? Спасибо. Ну, отвечая на первый вопрос, на мой взгляд, здравые смыслы мужества – это вещи, которые можно и не разводить друг от друга. Безусловно, это текст о мужестве. И, собственно, здравый смысл нам показывает, что мы должны быть мужественны. Здравая оценка человеческой истории, как она историю Софьи так дается Кантом, доказывает, что мы должны быть в этой ситуации мужественны, безусловно. Когда мы говорим о так называемом новом просвещении, видите, здесь, во-первых, само понятие просвещения нового нами еще не прояснено. Это некого рода термин, который употребляется довольно часто представителями Римского клуба и вокруг них. И, скорее, здесь за этим стоит нерефлексивное понимание вот того самого просвещения, о котором говорилось в прошлом докладе, только еще более неэффективное понимание просвещения, как передачи, соответственно, современного поколения, но и будущим поколениям ради какого-то устойчивого состояния, может быть, и развития, некого рода норм здравого смысла, направленные на самосохранение цивилизации. А это требует от нас отказа от многих вещей, отказа от конкуренции, то же самое, да, отказа от любых конфликтогенных способов взаимного существования, неважно, это государство, государство отменяется, если помните этим призывом, да, или же мы говорим о частной сфере с вами. Вот, и если о каком-то мужестве там и идет и речь, то это мужество, отказа, вместе с тем, от ряда форм свободы. Конечно же, про эту самую эпоху невинности я говорил несколько, в отношении нового посвящения несколько, беря это в кавычки. Понятное дело, что никто из представителей этого нового посвящения в дорефлексивное райское состояние нам перейти не предлагает. Но, тем не менее, сам способ существования цивилизации фундаментально отличается от того, в этом проекте фундаментально отличается, как я его понимаю, да, понимаете, как я его понимаю, фундаментально отличается от того способа существования цивилизации, который был, ну, прописан вот в этом тексте Канта, или у Адама Смита того же самого, понимаете, да, то есть это вот несколько другое. Причем, повторяюсь, Адам Смит, безусловно, это не просто конкуренция, не просто длинная рука рынки, там конкурируют в идеале люди, конечно, просвещенные, мы с вами помним, да, что он тоже посвященник был, но, тем не менее, другой способ существования цивилизации. Вот отказ от пряда прав. Ну, мы говорим, права, свободы, да, запчет, это же в основном, в принципе, синонимы, да. Это тоже мужество, безусловно, определенное. Вопрос в том, какова, как бы это сказать, какова ставка в этом случае, реальная эта ставка, да, или же все-таки это некого рода иллюзорная ставка. Является ли это путь единственным, необходимым для сохранения нашей цивилизации, или же это некого рода ошибка. Просто, конечно, если римский клуб, у них понятно даже, для них мужество современного человека – это мужество отказа от разогнанного употребления. Мужество отказа, вот, не расслышал. От разогнанного употребления. Разогнанного употребления, да. Да, у них этот ход понятен, да. Это да, да. Но философы должны, мне кажется, какой-то еще другой, более глубокий слой поднимать, да, вот, что под ним лежит. Ну, еще раз повторяю, под этим лежит, на мой взгляд, на мой взгляд, под этим лежит движение в сторону усечения, отказа от целого ряда определенных прав, которому современный человек, ну, и то, что привык, который он считает максимально для себя необходимым, разумным. Собственно, я сказал. Роман Викторович, спасибо за ваше выступление. К сожалению, вот, ну, я совершенно не в современной и вообще никакой научной фантастики, и все ваши авторы у меня как-то пролетели мимо ушей, хотя это было бы мне очень интересно еще почитать вслед за вами, когда вы, ну, давали те характеристики, не будучи литературным агентом. Но вопрос у меня про другой. Вы каким-то образом, про другой, вы каким-то образом перешли от нового просвещения к новому Левиафану. Вот вы не могли бы, ну, хотя бы каким-то образом очертить основные моменты этого перехода? Спасибо. Я вначале вот по поводу этих авторов, извините, хочу сказать, поделиться неким опытом чтения фантастики. Ну, я литературу читал с детства, запомнил, да? А в 90-х годах решил, что все, научная фантастика закончилась. Появилось знаменитое питерское издательство «Северо-Запад», которое стало издавать серию «Северо-Запад», которая была сплошная фэнтези. Выяснилось, все не так. Она вполне плодовита была, в 90-х годах много писалось, просто у нас с запозданием стали эти книги печататься, и не очень широкая известность, ну, просто даже фамилия неизвестная я называл, да, у многих коллег она вызвана вот с этой специфической историей фантастического просвещения в России, да, в книгоиздании. А вот когда речь идет о, все-таки о том вопросе, который я сказал, ну, это некого рода тезис, который просто постарался довести до определенного рода завершения. Если мы отказываемся от гиперпотребления, ну, в этой идее отказа от гиперпотребления на самом деле плохого-то нет ничего, да, принципиально это согласен. Все это согласны. Инструменты отказа от этого гиперпотребления, которые предлагаются римским клубом, начинают вызывать вопросы. Это формирование новых этики, этики в отношениях между людьми, этики в отношениях между группами людей, этики в отношениях между человечеством и окружающей средой, этики, которая требует баланса, которая требует восприятия другого как совершенно абсолютной ценности, этика, которая ограничивает элементы конкуренции, ну, в общем, что тут поделается, это всегда является элементами человеческой истории, и, соответственно, это все приводит к отказу от целого ряда тех прав, которыми обладает человек, ну, по крайней мере, в этапическом представлении 60-х, 70-х годов, когда вот это была на Западе та самая свобода, замечательная всего, свобода самовыражения, которая подменяется другого типа самовыражения сейчас, вот отказ этот не является той же самой схемой, которую описал Томас Гоббс. То есть, если мы сохраняем конкуренцию, ну, это, понятно, будет конкуренция уже не... Хотя, давайте фантазировать будем, да? Фантазировать будем. Если мы с вами предполагаем, что истощаются ресурсы человечества и переход на зеленую экономику – это некого рода утопия, предположим, то начнется конкуренция не только за нефть, за газ, за воду. Помните, много говорили какое-то время, что будет конкуренция за воду. Байкал охранять нам надо обязательно, да, в этом случае. И каким образом решается конкурентная история, да? Решаются они, ну, чаще всего через конфликт. Это не обязательно война, но тем не менее конфликт. Ситуация истощения, фундаментальное истощение ресурсов, наполнение, переполнение земли – эта ситуация получается, ну, не прямой войны всех против всех, это абстрактная, про которую говорил Томас Гобб, но тем не менее ситуация такого конфликта, где нет друзей, а есть лишь временные союзники ради борьбы за средства. Чтобы эту историю прекратить, мы должны с вами отказаться. От какого рода прав? От прав государственного самоуправления. Раз. Потому что в идеале глобальное правительство. Правильно? От прав некого рода самоопределения, исходя из той малой группы, к которой мы с вами принадлежим. От прав на некого этого рода форму потребления, и, соответственно, и коммуникации, потому что появление коммуникации прямо связано с другом. Вот. Отказ, отказ. Ну, это схема отказа от прав или передачи управления этими правами кому-то другому, которая, в принципе, напоминает схему Левиарфана. Вот. Но поскольку этот отказ происходит в случае ГОПС-то прямо из здравого смысла, я хочу жить, я отдаю свое ружье или кинжал тем людям, которые имеют право это носить, я хочу нормально общаться с другими, я даю посреднику право суда, ну и так далее. Вот. Судье право судить меня. А в этом случае предполагается некого рода, ну, прямо скажем, мировоззренческая, идеологическая индоктринация, таким образом, чтобы мы и не могли подумать о том, что у нас определенного рода права, сирище свободы уходят. И тогда получается в ужасном варианте развитие этой схемы. Я же не говорю, что так будет. Получается некого рода Левиарфан. Но почему он более страшный? Потому что он куда более изощренный. Понимаете? Куда более изощренный. Хотим мы или нет, наш мировоззренческий горизонт индоктринируется нам. А если при этом, при всем, мы теряем возможность его как-то изменять через пользование собственным разумом, возникает что-то совсем такое нехорошее. В общем, утопия, воплощенная, как мы сами знаем, становится антиутопией. Понятно. Вы тем самым, мне кажется, подрываете этот доклад Римскому клубу. Да. Это ожидаемая вещь. И у меня возникали подобные мысли при знакомстве с этим докладом, что задача не в новом просвещении, а в новом устройстве социальном. Если так, тогда новое просвещение. Посмотрим, как они разъясняют это новое просвещение. Это своего рода идеологизирование. И индоктринация. Потому что и в вашем изложении получается, что новый порядок это приоритетная задача. А идея нового просвещения сама по себе, она оставляет впечатление, что это вот новое, что вот это приоритетная задача. Ну, ариентация на человека и так далее, и так далее. Но реализм, он оказывается горше. Спасибо. Спасибо. Да, у нас уже две руки. Простите, да. Сергей Николаевич, Вадим, Александр Чалый, потом. Спасибо, Роман Викторович, и за литературу, и за философию. Я хотел спросить, во-первых, то есть, сначала хотел бы вот на этот доклад глянуть и сказать, что новое просвещение обсуждается в объеме где-то четырех с половиной страниц. Это не очень... Это периферийная идея, которая в самой структуре доклада, очевидно, имеет инструментальное значение. Они не объявляют просвещение целью, они ясно ставят его на службу решению прикладных, конкретных, эмпирических задач, как бы их Кант назвал. Но там есть такая мысль, что мы, дескать, мяч перекидываем дальше философам, пусть они разбираются и вот... Развлекаются. Развлекаются, да. Может быть, и мы, в общем, пытаемся это делать. То есть, вопрос об инструментальности, о цели либо средстве нового просвещения, о его статусе, он не решен. Хотя из структуры текста, где оно так где-то глубоко спрятано, похоже, оно инструментально для автора. А по поводу Левиафана я хотел тут такую вещь спросить. А чем отличается это от нашего нынешнего положения, то, что вы описываете? В принципе, оно и так без всякого нового просвещения примерно в эту сторону и движется. То есть, есть ли новое просвещение способ реакции, преодоления этой тенденции? Она глобальная, я не говорю, что она только наша. Или оно становится инструментом. Есть ли у него, у этого нового просвещения, потенциал стать средством сопротивления или нормализации, если мы считаем, что это движение в нежелательную сторону. Либо оно обречено быть фактором этого движения, энергии. Спасибо. Спасибо. Ну, коллеги, я занял позицию оппонента новому просвещению, так сознательно в этом докладе, прямо говорю, что, возможно, я не все до конца правильно там понял. Боже, простите. Тема была поставлена в феврале месяца именно Анатольевна, именно про новое просвещение. Но, тем не менее, я в этом отношении я с вами соглашусь, да, Левиафан есть Левиафан. Он был, есть, никуда не девается. Иногда он становится более каннибальским. Иногда менее каннибальским. Но, тем не менее, я здесь, собственно, когда в 60-70-е годы говорил, я, конечно же, имел в виду вот это понимание прав свобод, которое формируется тогда, в первую очередь, в связи с этим большим переходом 60-х годов и поколенческим, и идеологическим, мировоззренческим, который там проходил и как-то влиял на нас здесь в России через диссиденции, в 60-никах и так далее. И, иными словами, это все то самое, что в идеальной форме привело к возможности построения человеческого сообщества, где Ливиарфан не на словах, а на деле это ночной почтальон. Вот это не случилось, безусловно. Ну, в том числе, когда я следующему поколению, после хиппи были яркими, помните, да, этого не случилось. А тем не менее, это вот как некого рода идея, призыв, чаяния, оно ведь до настоящего момента живет, никуда не денется. Тогда создается концепция «стоит для его государства» Роллса, помните, это вот все как-то звенья одной и той же цепи. Вопрос заключается в том, что формы принуждения могут быть разные, могут быть внешние формы принуждения. Мы левиафана чаще всего вне себя и обнаруживаем. И когда его становится очень много, начинаем беспокоиться, либо придумывать, как с этим жить. А на самом деле левиафан внутри нас. Это тот самый левиафан, который, наверное, еще более может быть важным, если мы принимаем систему норм как само собой разумеющуюся, как разумную, как выгодную, как правильную систему норм, которая, в общем, является некоторой родной гипотезой, основывающейся на какой-то гипотезе более широкого масштаба. Не проверено еще. Вот это та самая проблема, о которой я, собственно, хочу сказать. Роман Викторович, спасибо. Скажите, пожалуйста, новая этика, про которую вы сказали, можете хотя бы гипотетически предположить, какие категории там возможны новой этики в этой? Во-первых, спасибо за вопрос. Вот, на самом деле, это терминологическая некоторая неточность, с моей стороны была, потому что новая этика сейчас несколько другое имеют в виду. Ну, если новая этика, это некого рода другого контекста она имеет в виду, это прежде всего вот эта этика. Я словачь употребляю без негативных коннотаций неолиберальных ценностей, вот, определенного рода отношения к патерналистским формам ценностей и так далее, вот эта новая этика. А здесь я просто вот, если есть у нас новое просвещение, ему, соответственно, какая-то новая этика, вот в этом смысле я говорю. Это первое точнее, которое я хотел сказать. Но там, по-моему, в тексте эти основные это идеи и высказаны, я постарался их проговорить. Ну, во-первых, самая главная идея, которая там везде, и вот в этой просвещенческой части, в остальной части доклада, это баланс. Достижение баланса. Ну, почти любой ценой. По достижению баланса мы должны многое, что остановить. Вот. Поэтому следующий момент это отказ. Отказ от проектирования, хотя это, конечно, проектированная, проектная история, но от проектирования, как вы понимали сейчас, отказ от выстраивания будущего, формирования будущего, как некого рода логичного продолжения движения, ну, лучшего, что есть в нашей цивилизации, понимаете? Вот баланс и отказ, мне кажется, эти главные вещи пугают. Баланс, навесе, гармония. Да-да-да, баланс, гармония, гармония, некой ценой. Лидия Дмитриева спрашивает, если я правильно слышу, то просвещение понимается докладчиком как практика самоограничения. Вопрос, в каких рамках, контекстах должно осуществляться такое самоограничение? Как человек может определять, что должно быть ограничено в его мышлении и действии, учитывая, что события мира говорят нам о том, что категорический императив не берется массами? Ну, во-первых, это я говорю про новое просвещение, да, во-первых, во-вторых, человек не будет ничего решать, за него решат, ему скажут. когда мы отказываемся от просвещения, от ядра просвещения. Поэтому новое просвещение это очень такой вот эвфемизм какой-то странный, да, вот если, опять же, я не перегнул палку, простите меня, коллеги, это какая-то странная история, когда берется понятие, ну, как мы видим, с прекрасного первого доклада, не до конца проясненные, даже нами самими, которые им пользуются, да, и которые начинают использоваться, по сути, в другом смысле. Мы просвещаем в том смысле, мы, извините, цинично это звучит, правда, мы разъясняем миллиардам людей, что они должны принять эту новую власть над собой нового Левиафана, и только так мы спасем себя и землю. Вот что они делают. Конечно, согласен. Коллеги, спасибо огромное, спасибо большое, Роман Викторович. Редактор субтитров А.Семкин